Хотя бы до 20 тысяч леев. Такую зарплату хотят бельчане, чтобы жить, а не выживать. Тем не менее, начиная с 1 января 2023 года, минимальная заработная плата составляет 4 тысячи леев, а средняя – 11 700 леев. Достаточно ли это для того, чтобы покрыть хотя бы минимальные расходы? Вот, чтобы минимальные хотя бы, может быть, 11 тысяч, да, я согласен, может быть, еще люди будут выживать нормально. Люди считают, что именно маленькие зарплаты являются одной из причин, из-за которой молодежь уезжает ради лучшей жизни. Если в нашей стране минимальная зарплата составляет 205 евро, то в соседней Румынии – 600 евро, а в Германии – почти 2000 евро. Не хватает, вы не видите, люди нищают, и нищают, и уезжают. Что здесь делать? Уезжают молодые, забирают и детей туда. Там видят, что там есть работа. Тут иском, ну, в тем строим кое-что. Треба макару, давай, обзачеми, как, например, шпилоны, да. Бельчане подчеркнули, что большая часть денег уходит на еду. Минимальная продуктовая корзина на неделю для одного человека составляет около 300 лей. Для продавцов бельского центрального рынка также настали нелегкие времена. Из-за нескольких зарплат люди не могут закупаться, как прежде. А как сейчас вот люди закупаются, берут? Меньше, чем всегда. Могут брать и на 4 леи, могут брать и на 10 леи. Но на большие суммы не берут. В основном берут самые необходимые. Каши вот самые дешевые. Очень помало. 200-300 грамм порога, 200 грамм сметаночки. Очень мало берут. Не могут люди себе позволять. Конечно, берут меньше. Все идет меньше. Соответственно, сейчас все съедают услуги, питание, что остается. Экономический эксперт Станислав Мадан объяснил, что минимальная заработная плата является государственным инструментом, который гарантирует выплату не ниже определенного уровня. Я думаю, что не будем ждать, в принципе, в период следующей периода, чтобы эффектить о важном режиме, потому что инфляция была в continuуе достаточно кредитов и это, пына на уровне, инструмент инклюзив для протежа венитурных из тех, кто более vulnerабельных. Салариум медиум на экономике он рефлекает экилибрь на пляже мучи, который находится в момент между целью и официей. А эксперт по экономической политике Вячеслав Ионица подсчитал, что в 2023 году средняя заработная плата достигнет 12 500 леев, что почти на 2 000 леев больше, чем в 2022 году. В 2023 году реальная заработная плата, согласно ее покупательной способности, в Республике Молдова увеличится на 7,5%, но она еще не достигнет уровня 2020. С 1995 года за последние 25 лет у нас было 6 снижений заработной платы согласно покупательной способности. В 1998-1999 году самое сильное снижение реальной заработной платы на 19,1%, а в 2021-2022 году на 11,6%. Даже если в 2023 году мы получим рост на 7,5%, мы не сможем компенсировать падение 2021-2022 годов. Скорее всего, мы достигнем уровня 2020 года только в 2024. В 2023 году Молдова вышла на третье место по росту минимальной заработной платы. Рост составил 32,5% по сравнению с прошлым годом. Наибольшее увеличение минимальной заработной платы за год наблюдалось в Аргентине 104,5% и Турции 100%. В этих странах также был и один из самых высоких уровней инфляции в мире. Аргентина 95%, а в Турции 64%. В Молдове же на май 2023 года инфляция составляет 16,26%. Продолжение следует...